Растения, которые зацветают в самые морозные и темные зимние месяцы, можно пересчитать по пальцам. Один из таких уникумов – пуансеттия прекраснейшая или рождественская звезда. Обычно пуансеттию покупают в канун Нового года или Рождества в качестве временного декора. После того, как цветение заканчивается и яркие листики опадают, от растения избавляются. Происходит это потому, что пуансеттия очень капризна. Однако, если с ней подружиться и, несмотря на трудности, сохранить, то она будет радовать вас долгие годы, зацветая заново каждый декабрь. А цвести она может целых 3-4 месяца. Цветет она очень мелкими цветочками, а вот это, что вы видите, вот это красные лепестки – это прилистники. Они еще могут быть и розового цвета, и белого цвета. Покупая эту красавицу, помните, у пуансеттии все наоборот. Цветет она зимой, а летом отдыхает. Начнем с зимы, когда пуансеттия в полном цвету. Это растение любит влажность, его можно опрыскивать, но, в принципе, в комнатных условиях оно хорошо себя ведет. Зимой поливать цветок нужно чаще, примерно 2-3 раза в неделю, но не переливайте. Вода обязательно должна быть теплой, как минимум комнатной температуры. Это растение очень любит и удобрения. Весь период цветения зимой нужна калийная подкормка для цветущих растений каждые 2 недели. Обрезают это растение весной, примерно где-то март месяц. Обрезают после цветения, скажем так, больше. Обрезают и оставляют более здоровые побеги. Хорошо видно, где мы его обрезали. Вот прямо здесь, вот здесь мы его обрезали. Вот здесь он уже выпустил новые побеги. После обрезки растение обязательно пересаживаем в новый субстракт, то есть ему нужно новое питание. Кстати, обрезанные побеги можно использовать в качестве черенков для размножения растения. Размножаются растения верхушечными черенками. Обрезается верхушечный черенок, примерно 4-6 междоузлей должно у него быть. И ставится холодную воду, ставится, чтобы молочко полностью пропало, потому что это молочай, у него есть молочко. Поэтому обязательно смыть вот это молочко надо. Потом укореняется в песке с торфом. А у самого растения после обрезки где-то в марте наступает период покоя. То есть вы его вообще перестаете даже поливать только чуть-чуть, чтобы совсем он не пересох. И поливается очень мало. Как правило, в таком заторможенном состоянии цветок остается примерно до мая. В мае у пуансетии начинается период роста. Чтобы растение зацвело, в сентябре-октябре обязательно укорачиваю световой день в 10-12 часов. Дома вы можете его ставить где-то в шкаф, накрыть кастрюлей, ведром. То есть обязательно световой день уменьшить. Вот и все секреты. Если ухаживать за рождественской звездой по всем правилам и с любовью, это окупится с лихвой. Уже в конце ноября, начале декабря появляются бутоны. Можно доставать свою пуансетию из шкафа. Распустятся бутоны как раз к Рождеству и Новому году.